Все, что на самом деле это не ваши расходы, и вы их реально не несли с точки зрения организации, а один договор поменялся на другой, там кто и организация обращается, там какая-то переустопка прошла и все. Вам опять догадывают, что это все было нереально эффективно. Вот это вот все на самом деле. И вот сегодня, например, за притворную сделку часто раскручивают какую сделку. Даже примеры, это вот эти вот, ну казалось бы, банальные ситуации, да, но тем не менее, вы получили большую сумму авансового платежа, надо платить налог на добавленную стоимость. Ну как, не хочется платить, там, директор на ДБ встал, у меня денег на каких нет. Ну давайте, что сделаем? А сделаем, поменяем, да, вместо договора реализацию, сделаем на эту сумму договор займа. Сделали договор займа, суммы не уплатили НДС, а потом время проходит, надо реализовывать. Мы опять, допустим, как бы делаем там новацию этого договора, и после этого у нас идет опять реализация. Вот налоговая сопоставляет все эти суммы, говорит, да это же у вас аванс был. Вы тут прикрылись рядом документов, сделка-то притворная у вас. Все равно суть-то в том, что это все-таки вам оплату сделали за товар, и вот начинается вот это раскручивать. Масса таких ситуаций, примеров таких разных, много может быть. Вот это здесь и говорят, нельзя, не положено, да, нужно отражать так, как есть. Это первое. А второй пункт, поэтому здесь, конечно, это наши варианты вот эти всякие. Второй пункт. Второй нам будут говорить, что если все-таки вы не совершаете мнимых притворных сделок, то есть у вас все вроде бы менее благополучно, то признать расходы и налоговую выгоду можно в том случае, если вы исполняете и соответствуете двум случаям. И первый случай говорит так, то есть основной целью совершения вашей сделки не является ни уплата или ни полной уплаты за счет возврата суммы налога. То есть вы совершаете эту сделку в рамках хозяйственной деятельности, а не с целью исключительно уменьшить сумму налога. Вот под эту первую фразу все схемы попадают. Вот эти вот несчастные дробления бизнеса, которые в прошлом году были. И всегда задается один вопрос, например, вы раздробили бизнес для какой цели, да? Если вы скажете, что, например, разные виды деятельности, разные регионы, например, там, да, и так далее. Вы обоснуете, скажете, ну иначе учитывать невозможно, понимаете, у меня там учетный процесс весь полетел. Тем более это разные регионы, зачем мне это все в одну кучу сваливать? Пусть они там сами, мы здесь и так далее. Это все оправдано. Но если иногда бывает, ну для чего, как всегда дробим-то иногда, для того, чтобы меньше налогов платить, один и тот же бухгалтер две фирмы рисует, разбрасывает, это вот теперь нельзя это, ребята, делать, вы не имеете на это права, да? То есть потому что единственной вашей целью было именно раздробить бизнес, чтобы платить меньше налогов. Поэтому мы должны понимать теперь под любую схему, которую мы создаем, закладывать вот эти ситуации. Или вот тоже банальный вопрос, например, я его тоже приводила, много как-то к нему относятся. Вот посреднические сделки, да, вроде никто их не запретил. Но в то же время, к примеру, вы покупаете товар от какого-то контрагента, и покупали вы его год и два, и вдруг в вашу схему появляется посредник. Теперь вы вдруг получаете этот товар через посредника какого-то. Разные бывают основания, некоторые говорят, поставщик обязал там, ну все что угодно бывает, да? Но, например, налоговый в любом случае придет и скажет, а почему у вас было так, а теперь вот так? Вы же знали его, вы с какой стати поставщика, посредника? И опять возникают, ваши заполнительные расходы появляются, да? А этот расход, получается, уменьшает вам, и вычета вам дает, и расход появляется. И вы объясняете, например, если вы разумно объясните, вот, ну я не знаю, в голову идет разные мысли. Например, удаленный район где-то, вы покупали оттуда, пока товар до вас доставлялся, какие-то потери были и так далее. Ну много было проблем, да, нерешенных. Ну вы решили все-таки туда найти там поставщика, посредник, и пусть он для вас все эти сделки ведет. То есть в результате того, что вы затраты несете на него, ну вы сэкономили на потерях, да? Разумно объяснение есть. А если объяснить не можем, тогда получается, вы зачем это создали? Вот вам и посредник необоснованный становится. Хотя он на самом деле в ваших нормальных отношениях, он в ваших договорах фигурирует и так далее. Вот это основная задача сейчас понимать, что все это, если только можно к этой сделке сказать уменьшение налогов, значит это большой вопрос и большой риск. То есть налоги могут уменьшаться, но только в результате реальных, нормальных, хозяйственных операций, которые оправданы с нашей точки зрения. Ну и второй пункт, это обязательство по сделке, исполнено лицом являющихся стороной договора. Это от наших подрядчиков на самом деле. То есть хотят просто сказать нам, что на самом деле вы должны действительно получать расходы от подрядчиков. Но в первую очередь откуда родилась эта ситуация? Ну на таком примере. У строителей очень много таких ситуаций. Например, и вот опять же, все это опять все, все те же самые левые схемы, только по-разному описанные. Потому что, например, организация строительная получила работу от подрядчика. Вроде как и смета есть, вроде как и все красиво написано, и деньги туда ушли и так далее. Приходит налоговая инспекция к подрядчику и говорит к нашему, кем делали-то? Не знаю, я один Иванов Иван Иванович, работников у меня нет, никого нет, с кем он проект дал и так далее. Кем выполняли работы? То есть если раньше, кстати, даже вот так, если бы он сказал до этой нормы, что у меня никого нет, но я дал эти работы, все равно, кстати, в 2012 году было определение Верховного высшего арбитражного суда, который сказал тогда, что если все равно работы были произведены, вот видно, что не может налоговая отказать в работах, но при этом подрядчик вот такой сомнительный, мнимый, то все равно расходы можно признать в пределах рыночной цены. И что налоговая делала? Она вынуждена была проект посмотреть, там, проектно-смертную документацию, отдать ее на экспертизу, при этом эксперт говорит, да все это в пределах норм вроде бы, и она должна была признать, так сказать отказать нельзя было, да? А сейчас получается, что если приходят к этому подрядчику, а подрядчик говорит, я не мог выполнить, у меня нет никого работать, ну дал я, да, ну вот явно прям фиктивная операция, но в то же время работа была произведена, да, вот оно, объект построен. Какими силами построен? Да может собственными силами работали, да, но затрат не видно. Вот, может быть, ну как бы делали такие схемы, то в этом случае налоговая инспекция говорит, ну значит расходы мы ваши не признаем. Более того, сейчас вопрос стоит, что если это все-таки идет, например, вы заключили договор с подрядчиком, а ваш подрядчик передает дальше субподрядчику, да, то желательно, конечно, хотя закон не обязывает это прописывать, в условиях договора прописывать, пусть ваш подрядчик предупредит вас, что в этом отношении он, например, вы не возражаете, чтобы работы были переданы субподрядчику, да, тогда в принципе говорят, что надо как-то заботиться об этом тоже. Вот, например, одна организация задавала вопрос, она говорит, ну да, вот у нас ходят строят объект. Мы, говорит, заключили договор с подрядчиком, но ходят рабочие. Какие они, мы не знаем. То есть, вроде бы как от этой организации. Но мы же, говорит, не смотрим в ее документацию. Может быть, она, в общем-то, этих людей не оформила на работу. И когда начнется проверка, опять придут подрядчики, говорят, где ваши эти работники, да, вот, которые выполняли работу. И получится так, что подрядчик-то, в принципе, вроде как и не пострадает, а нам опять откажут в этих расходах. Но вот там и говорят об этом, а вы заботитесь, а вы сделаете проходную, на проходной возьмите паспортные данные всех людей, которые приходили. И доказываете потом налоговая инспекция, если она вдруг скажет, что подрядчик не подтверждает свою работу, что не ваша здесь вина, что вот это люди, которые работали. Что в данном случае доказываете о том, что не вы виноваты в этой ситуации, а ваш подрядчик не исполнил обязательства по законодательству, да, что люди-то от него ходили, а на самом деле зарплату он не платил, допустим, там, налоги не уплатил и так далее. Вот, но вам для того, чтобы эту ситуацию доказывать, нужно иметь документы, да, вот, получается, заботиться на каждом шагу теперь вот об этой ситуации. Вот она вот так это и прописана, норма. Но при этом дальше сказали, что если вы этих проблем не имеете, и дальше существует только формальный подход, то дальше сказано, что вот подписание первичных документов, неустановленным, неуполномоченным лицом, и то, что обсуждали, да, нарушение контрагентом законодательства о налогах и сборах, то есть он не уплатил, а не наша проблема, да, или, например, возможность получить, например, более экономичный этот расход, но тем не менее мы получили его достаточно ёбко, что раньше спорили налоговики, да, не является основанием для отказа, признания неправомерным. То есть, по сути дела, сказали так, схемы создаёте, проблемы имеете, это не признаётся, а если у вас всё благополучно, но только есть формальные признаки, вам отказывают, то по формальным признакам не могут отказать. И вот эта норма сейчас как раз и стала вот этим вот ключевым моментом, вот сейчас в начале 2018 года, я так отслеживала уже арбитражную практику, и по старым спорам, которые ещё возникали раньше, вот что я и сказала юристы, стали применять статью 54.1, то есть они её стали применять в защиту прав, потому что акты, которые писали налоговики раньше, они именно ссылались на формальные пункты. А сейчас вроде юристы посмотрели и сказали, если пункты формальные, то я имею право отказать. Но, к сожалению, пока не приняты были эти доводы юристов, потому что эти споры все рассматривались, то есть это были споры, которые возникли ещё до 19, вернее, даже акты налоговой проверки были до 19 августа 2017 года. А в законе было чётко написано, что норма начинает применяться только к тем спорам, которые возникают после 19 августа. Поэтому вот если сейчас уже возникнет спор такого характера, например, к вам пришли на выездную проверку, и начинают вот у вас вот это вот всё искать и так далее, да, и вам вот это выдвигают, вот здесь вы должны уже действовать в рамках этой статьи. А вот это письмо дальше, оно ведь какую суть раскрывает? Хорошо, вот мы говорим, да, вот эти признаки, но чтобы налоговая нам их именила, всё не так-то просто. Налоговая не может теперь их именять нам просто на основании акта, как они раньше писали. Да мы там проверили, да мы исследовали, у них признаки однодневные. Ну и что, что признаки? Но это не значит, что мы с ними были в сговоре. Это не значит, что мы имели вот это понимание. И вот это письмо дальше пишет. Оно пишет о том, чтобы налоговая вменила нам статью 54.1, она должна в первую очередь проанализировать эту схему и описать, найти признаки нарушения, да, это первое. Мало она находит признаки нарушения. Она должна подтвердить, что мы участвовали в этих признаках. А что это значит? Это теперь значит следующее. Если раньше, помните, вот эта схема была, налоговая находит где-то в промежутке от нас, седьмая, восьмая организация, там не уплатила налоги, у неё признаки однодневки. И она начинает нам, как говорили, третье, четвёртое звено, и она начинает по цепочке всем отказывать, разослава, да. И мы не знаем, что делать в этом случае. А сейчас нам говорят, вот когда налоговая там, седьмому, восьмому звену или третьему, четвёртому отказывает, чтобы отказать нам в этом вычете, она должна убедить нас и доказать, что мы участвовали в этой схеме. А участие в этой схеме будет доказываться каким образом? В схеме. Не в сделке, а в схеме. Что мы в сговоре были, что мы влияние имели. То есть это значит, первое, следуется взаимозависимость нас, поставщиком, да. Вот. Дальше, второй момент. Поэтому должны быть эти признаки, обязательно они описываются. Второе, конкретные признаки. Чтобы конкретные признаки были, просто любить запросы и допросы. Ну, допрос не с пристрастием, они не имеют это право сделать, да. Но они напишут, например, они должны выяснить, кто вообще в этом участвовал. Кто это, такую схему. И начинают опрос, вы, менеджер, вот такой договор составили, вы знали это, вы понимали, из его объяснений будут говорить. Ну, вообще-то да, вот он или другой, нет, не участвовал. А кто вы как менеджер? Да вот мне все директор говорит. И я, он дает объяснение. Мне директор сказал, и такой договор, например, там подписал и заключил. Так идут к директору, например, и спрашивают, вы, директор, этот договор заключили, почему вот у вас такая схема. А директор сидит, разводит руками, да я вообще ничего не знал, я вообще тут не знаю, я не разбираюсь в этом деле, да. А говорят, а кто же вам посоветовал, уважаемый директор, эту схему, ну, такой заключить договор. Директор говорит, главный бухгалтер. Идут к главному бухгалтеру и говорят, вы советовали, вы знали это. Бухгалтер говорит, ну да, знала, почему нельзя. А, вот вы виновное лицо, от вас мы сейчас и будем. Вот я к тому и тому, что так на самом деле может быть, да. Поэтому мы как бухгалтеры теперь с момента введения вот этой статьи ничего не советуем руководителям своим. Закрываем рот и пусть они сами все решают эти вопросы. Потому что любой совет, вот правда, вот чисто вот так оно и есть, мы уже полгода обсуждаем эту проблему, он вот таким образом может быть перемещен на бухгалтера. Потому что в конечном итоге ищут виноватое лицо. Тот, кто конкретно не в плане, как раньше, организация виновата и все, а кто из должностных лиц в этом случае участвовал. И дальше должностное лицо описывает, ну как бы, ему говорят, вы теперь, вот он дает показания. Не дать невозможно, а как в этом случае понимать? Но если в этой ситуации вы тоже имеете какое-то алиби, вы можете, конечно, писать, что, ну как это мой директор не в курсе этого был, я ему докладывал. Вот смотрите, я ему пояснительную записку составил, я ему прориски эти написал, я ему все это доложил, у меня в электронной почте письмо сохранилось, все храним. И тогда суд в этом случае не суд, а налоговый, говорит, да, вас предупредили директор. А вы почему так действовали? Значит, вы виновны. И в этом случае, да, организацию накажут, скажут умышленное. 40% уже штраф, два раза штрафы возрастают по этой статье. А иногда с применением таких штрафов и можно добрать налогов и до уголовной статьи. Но тогда уже конкретно виновное лицо. А конкретно виновное лицо плюс к организации будет то, которое вот это все рекомендовало. Вот так эта статья работает, да. Но все равно надо, что самое главное понимать. Создать как... Конечно, пишут, она может и на уровне камеральной документальной проверки. Но я технически пока не представляю, как она будет работать на камеральной проверке. Потому что это нужно время, это нужно описание. Да, я не согласна... Это понятно, что молодвики могут запустить эту ситуацию, и дальше она будет работать. Но все равно уже по факту выездной проверке они могут это предъявить. А вот когда выездная проверка идет, да, тогда, конечно, будьте внимательны и осторожны. Что вы пишете, что вы объясняете и так далее. И какой ответственности, насколько серьезные люди ваши руководители. Потому что, как арбитражная практика показывает, вы знаете, они далеко не всегда порядочные, серьезные люди. И вот ситуации такие есть, что стали вдруг перекладывать ответственность на бухгалтера. Говоря я глупая, я вот тут, извините, вот как в одном случае в прошлом году, летом, я тут водителем работала, решил бизнес очередить. Больше я ничего не знаю, для этого бухгалтера взял. А бухгалтер советы давал. Бухгалтер посоветовал, он принял решение, а потом бухгалтера посадили. Условный срок, правда, дали, но тем не менее это все неприятно. Поэтому эта статья как раз говорит о том, что бухгалтеры должны быть теперь очень-очень осторожными, внимательными и умными. Если что-то руководителю, вот некоторые говорят, нельзя описывать, да можно описывать, даже свидетельские показания принимаются, да вы даже в коллективе пришли и обсуждаете, что я ему объяснила, а он не прав, а он не понял. Я вот все, и когда начинают собираться доводы, вот даже я много судебных решений уже читала на этот счет, да, и суд говорит, и бухгалтер говорит, да я говорила ему, он не слушал меня, а дальше он сам договор подписал, я здесь при чем, да, почему я должна это было там на себя брать. и говорит, а где это видно было, что вы говорили, предупреждали, и все, и тут работники, бухгалтерия говорят, да, при нас это было, мы слышали это, обсуждение это было, да, мы в курсе, свидетельские показания. То есть вот это надо понимать как, да, то есть поэтому вот такая вот статья. Все по-болю. Что делать? Ну, знаете, вот честно говоря, вы знаете, я тоже практик такой же. Я понимаю все, Москва большая, есть и нормальные. Я тоже практик, я вот сейчас, честно говоря, сама избавляюсь уже, у меня тоже есть организации, в которых вели бухгалтерский учет и так далее, но я говорю, ну что же вы сами не понимаете, директора, сколько можно за вас отвечать. Ну, конечно. Они же все в пределах, да, у них есть свои ситуации, свои экономические неправильно действуют, не слушают советов, а когда нужно налоги платить, они тоже их неправильно. То есть, в принципе, вот, по сути дела, нам сказали... Ну, они же подписывали документ. Почему вот сказать-то можно все что угодно? Понятно, что... Он не подписан им. На что он отвечает? Ну, это вот формально так получается. А по существу считается, кто на основании чего он принял такое решение. Вот теперь закон позволяет докапываться до этой сути. Поэтому то, что он подписал, это еще... Это тоже может все что угодно сказать. Он подписал, а вы, да, налоги считаете. А сейчас все принимают стандарты, вот так, уровень квалификации, там, главный бухгалтер, да, вот, я знаю, там, акционерно ночи. Получается, что ты профбухгалтер, ты все не знал, ты должен был... Ну, вы знаете, вот эта вот ситуация у нас всегда двойные стандарты, да. Вот эта ситуация профбухгалтера, она, на самом деле, и раньше такую роль играла. В моей практике были случаи, когда это были еще, там, начало 2000-х годов, когда вот эти старые сделки раскручивали, когда вот эти органы, там, дознания и прочие приходили, они тогда тоже такую практику имели. Например, бухгалтер там совершил какую-то работу, я помню, в одном случае было, стал работать с одной организацией, там пришел бухгалтер, дама такая. И мы, в принципе, ей, знаете, как бы вот давали просто обычные рекомендации. Тогда это иностранная организация, и они, конечно, тоже оптимизируют. Мы говорим, ну, вот резервы такие есть, вот такой-то резерв создайте, вот такой-то резерв. Она ни в какой, она была просто вот на таком испуге, нет, я не буду ничего. Мы говорим, ну, это же все нормально, это вот законно, давайте мы вам как аудиторы рекомендацию дадим, все, она пишет, нет, и вот все вот до такой степени. Но когда я уже не стала понимать, я говорю, почему вы вот так вот к этому относитесь, это же нормальное состояние. Нет, я не буду ничего это делать, я говорю, с чем связано? В общем, она в свое время попадала под такие разборки. Когда тоже участвовала в иностранной компании, бухгалтером была, учредители, руководители этих иностранных компаний не пришли здесь, директорами поработали, а очень часто они удаленно работают, да, оттуда рекомендации дадут, а здесь бухгалтер сидит, решение все принимают. И там ситуация действительно была то ли какая-то, не то что ошибочная, то есть какой-то договор приняли, короче, органам это все не понравилось, они начали раскручивать до уголовной статьи. И когда это бухгалтер тогда говорила, что я здесь ни при чем, я не знаю, не понимаю, это было принято на том уровне, ей сказали, вы кто? Профессиональный бухгалтер, профессиональный, сетистат, наверное, есть профессиональный, да, есть. А если бы у вас был профессиональный, вы ничего, вы не можете ошибаться, и вы не можете не знать, вы все должны знать. И в результате, поскольку никого не было, она бедная тогда года два вот в таких постоянных вызовах, мучениях ходила, да, и вот и получается, я говорю, вот с одной стороны профессионала, с другой стороны понимаете, ну, как профессионал, получается, теперь отписывайтесь, отписывайтесь, папочку себе храните и так далее. Ничего не сделаешь. Ты работать не сможешь, а ты как это отписываешь? Сможем, сможем. Я думаю, что все равно есть много разумных моментов, которые все равно изменяются, а по-другому ничего не изменить, по-другому ничего не изменить. Не все же они такие. С некоторыми нормально разговариваешь, многие руководители вполне нормально к этому относятся. Начинаешь объяснять, давайте там как-то, а некоторые, конечно, я считаю, без грамотности. Ну, все равно менталитет у нас меняется. То есть, получается, опять в очередной раз, конечно, будем так говорить, вот это вот очищение нашего законодательства и вот этой всей нашей структуры идет руками самих же, ну, кого там, стрелочников, да, поэтому, а мы стрелочники. Ну, по крайней мере, все равно понимать надо эту ситуацию. И вы тоже анализируете. Вы можете, конечно, быть и не в курсе каких-то ситуаций. Вам договор принесли, никто же вас не заставляет там обязательно проверять, это реально, нереально, да, вот оно было, вот что-то там отгрузили. То есть, ну, вы должны просто понимать вот это вот объяснение себе давать. То уровень полномочий, может быть, вы каким-то там образом сократите себе. У нас вообще вот закон так построен, да. Закон о бухгалтерском учете говорит, бухгалтер только фиксирует. Все. И не несет ответственность за первичные документы, да. Но, опять же, получается, все в рамках того, что вам вменено должностными обязанностями. Потому что, если вы просто учетный бухгалтер, вам дали документ, вы его внесли. А если главный бухгалтер на вас распространяется, там, и подписание договоров, или как бы обсуждение договоров и так далее, то это другой уровень, да. Поэтому вот и надо понимать вот эту свою ситуацию. Если риски есть, лучше напишите. Лучше дайте, сделайте копию, отдайте директору, скажите, а я вот такую позицию занял. Пожалуйста, имейте в виду. Просто если эта ситуация потом выйдет из-под контроля, вы всегда тем самым подтвердите, что я предупреждал, что я говорил. Это не моя, я не могу принять решение по этому вопросу, принимает руководитель. Но я предупреждала, вот у меня есть бумажка. Вот это есть, да, я вот такого-то числа по электронной почте оставила. Сделал себе скат. Ну вот надо это делать, себя же надо защищать как-то, да. Вот такая ситуация. Поэтому просто имейте в виду, что это так сегодня. Так, что еще здесь полезное. Следующее, вот на 28-й страничке. Ну, это мы говорить будем, наверное, каждый раз с вами повторять. Если будут какие-то практики возникать, я буду вам тоже приносить, показывать, как это развивается. Вот. Следующее, 28-й. Но это не просто так, потому что теперь, я еще раз напоминаю, и налоговиков подняли с мест. Раньше что? Сидит налоговик, базами попользовался, различными акт написал, вот вам, да. Теперь ему говорят, нет, стоп, этого недостаточно. Иди и докажи, что организация в этом принимала решение, принимала участие. Поэтому собирай пояснения, пусть вам это пишут и так далее и тому подобное. То есть, конечно, их тоже теперь заставили работать, ну, практически как следственные органы. Когда уж они дозреют до этого, но, тем не менее, вот такой подкоп идет. Так, теперь следующий момент. Вот письмо на 28-й страничке. Оно вышло в 2018 году, и я на основе вот этого письма как раз хотела еще раз напомнить о беспроцентных займах. Видите, в 2018 году снова очередное письмо выходит, снова спрашивают, можно ли беспроцентные займы, не возникает ли в этом случае какая-то материальная выгода, нет ли дохода, если мы безвозмездные займы предоставили, не будет ли нам начислено доходов. Помните, мы в прошлом году обсуждали не раз. Нет, ничего не будет, по-прежнему. Как исключили беспроцентные займы из контролируемых сделок, никто рыночную цену проверять не будет. Есть беспроцентные займы, есть, они и в статье 105, там, 14 упоминаются. А это письмо разъясняют, дали вы кому-то взаймы, да, даже взаимозависимому лицу как раз здесь, потому что, как бы, контролируемые сделки, они возникают на уровне взаимозависимости. Я дала кому-то взаимы деньги, обязана ли я ему проценты установить? Не обязаны, нет, это ваше решение, да. Если нет процентов, даже взаимозависимому лицу к вам не может налоговая прийти и сказать, по уровню учетной ставки себе установить, налоги платить надо. Нет, сделка неконтролируемая, и они не имеют права установить вам какую-то рыночную стоимость. Понимаете, вот об этом здесь пишут. Поэтому рисков нет. Ну, конечно, если физическому лицу дадите, там 23-я глава НДФЛ, ниже 2-3 ставки рефинансирования все равно облагается. Дальше, а у вас-то все равно дохода нет, да, в этом случае. Дальше, получили займы, есть риск беспроцента? Нет. Никакой материальной выгоды никогда не было в законе. Там материальная выгода по беспроцентно полученным займам только, вернее, отсутствует. Там сказано, что материальная выгода возникает только при получении товаров, работ, услуг, займы, не услуги. Вот пока гражданский кодекс не исправили, займы, не услуги. И тоже предоставили этот мораторий с 2017 года. По сути дела, сказав так, по логике, да, обращаетесь в банк, там вам замучают документами и еще не дадут вам кредит. А если дадут, дадут такие проценты, от которых вы потом нам учились платить. Так ведь на самом деле так, да. И поэтому вам говорят, ну, обменивайтесь между собой беспроцентными займами, взаимозависимой организацией в рамках холдинга. И у вас нет рисков. И вот эти риски практически с точки зрения вот этих контролируемых сделок с 2017 года убрали совсем, да, поправили статьи. Вот это письмо еще раз напоминает. Это я к тому, что если у кого-то возникают сомнения вдруг в 2018 году что-то изменилось, нет. Все пока идет в том же самом режиме. Когда отменят эту новую, я вам напомню, чтобы вот понимать, да. Поэтому, пожалуйста, делайте. Делайте допники, не хотите проценты платить, напишите, что беспроцентный. То есть ваши, я, конечно, знаю практику банков, которые там пытаются, но я вообще, честно говоря, руками развожу. Это их внутренние заморочек, которые они придумали. Почему-то считаю, что если это беспроцентный займ, то это какая-то коррупционная схема. Чушь, конечно, полная, да. Ну, конечно, может быть, оно и есть. Но в большинстве их 90%, наверное, нет. Банк в свое мировоззрение, они вот придумывают какую-то в рамках 115-го влаза и начинают этот процесс контролировать. Поэтому, но я даже в прошлом году говорила, если банк отказывает в таком договоре, ну дайте ему вот эту выкладку, дайте ему статью 105-14. Почему? На основе ничего они утверждают, что займы не могут быть беспроцентными. Никто об этом вообще не сказал. Гражданский кодекс не поменялся. Поэтому вот эту вот ситуацию здесь есть, да. Так, что касается еще, ну и, наконец, еще по налогу на прибыль, опять напоминание, я об этом говорила, я просто уже повторяюсь, да, потому что каких-то, сейчас еще к налогу на имущество перейдем. Это вот здесь на 30-й страничке еще раз разместило письмо, потому что кто-то, может быть, был, кто-то нет. Это все о том же, о том же напоминание. Тем более, вот недавно была на одной тут конференции правовой, и юристы тоже очень активно стали обсуждать вот это письмо, вот эту норму, и я очень рада к тому, что вот, наконец, подключились к этой ситуации. Это в 2017 году, видите, еще вот в марте было выпущено письмо Минфина и ФНС, вот за вот этой рамочкой, сама суть этого письма, это вопрос рыночных цен. Это вот этот вопрос рыночной цены, который сформулировал Верховный суд. Ну, в первую очередь, здесь чем хороши, вот три пункта выделяю, как правило. Первое, вот формулировки здесь чем хороши, первое, то есть, по сути дела, для чего это написано, чтобы понимать. Это обосновывает там какую позицию, вот вопрос, вы продаете товары, работы, услуги какие-то свои, как бы, обязывает ли вас закон обязательно придерживаться каких-то рыночных цен? То есть, вы должны обязательно продавать по каким-то установленным ценам, ну, как установленным, сложившимся на рынке, например, этим ценам, да? Или, например, у вас, вы продаете свой товар, к примеру, там, за 100 рублей, а есть ли у вас право кому-то продать за 20, кому-то за 10, а кому-то, например, за 100 рублей? И есть ли у вас риски в плане того, что если вы продаете вот по таким разным ценам, к вам приходит налоговая инспекция и говорит, да что это вы тут вытворяете? Сейчас мы вам среднюю арифметическую выведем, как это было, на самом деле, была такая практика. Выводят среднюю арифметическую и дальше говорят, вот все, что ниже, мы сейчас вам, да, средние цены добавляем, и вот вам и налоги, пожалуйста, налог на прибыль платите, а не да, и сплатите. Вот она уже, упущенная выгода, так называемая, да? Так вот вопрос в том, это правильно или неправильно, да? И я напомню о том, что до 2012 года это возможно было, да, это было правильно. С 2012 года это неправильно, потому что был введен раздел контролируемой сделки, который нам сказал, что вот сделки, которые относятся к категории контролируемых, кто, организации, которые сдают уведомления о контролируемых сделках, да, они знают, вот эти сделки, да, их специально вывели, они подходят под контроль. Налоговые органы, вышестоящие федеральные налоговые службы получают информацию, контролируют, но там серьезные сделки, там сделки в рамках внешнеэкономической деятельности с взаимозависимыми иностранцами, да, дальше там сделки в рамках реализации биржевых товаров, нефть, газ и вот там и так далее, уголь, да, там сделки, если они не биржевые товары, и сделки между взаимозависимыми лицами и российскими, то величина сделки миллиард, хорошая сделка, да, ну и есть там сделки с применением спецрежимов, например. То есть вот они все перечислены, это да, контролируемые, вы их, пожалуйста, и уведомляйте, пусть проверяют, а что касается того, что у вас не такая сделка, а если эта сделка не такая, то вы вообще не попадаете под контроль за сделками, а это значит, вас никто не может проверить, проконтролировать и вменить вам рыночную цену. И вам в этом случае говорят, да продавайте как хотите, да, это ваше дело, как вы продадите. То есть, по сути дела, здесь и объяснение идет, и нам говорят, если к вам приходят, да, и, кстати, здесь еще объяснение такого характера, вот эти полномочия по контролю за рыночными ценами, они принадлежат только федеральной налоговой службе, это центральному аппарату ФНС, там созданы специальные отделы, которые имеют кучу методик, программ, информация туда стекается, вот они это могут видеть. А что касается территориальных налоговиков, то им вообще это право не дано, у них это право отобрали статьей 105.17, и говорят, территориальная налоговая инспекция не имеет права контролировать рыночные цены, как бы рыночные цены, да, в рамках этих контролируемых сделок, а остальные вообще не имеют права, получается. Ну, то есть, вот, то есть, поэтому, если к вам налоговая инспекция приходит и говорит, дайте-ка мне документы, я проверю, как у вас цены гуляют, да, то вы должны уже изначально понимать, что это неправильно она делает, у нее полномочий таких нет, и это все прописано здесь, самое главное, надо четко понимать, где это сказано. Таким образом, получается, все-таки закон нас с 2012 года защитил, да, но, к сожалению, очень много разных писем, таких разношерстных, которые не давали нам это понимание. Вот сейчас, почему Верховный суд об этом и говорит? Потому что столько было разных документов, писем написано, непонятных очень часто, что даже суды в этом отношении разошлись в разные стороны. Ведь не зря начали сейчас, вот в 2017 году анализировать, потому что до 2017 года, на самом деле, даже практика арбитражная по регионам разошлась. Одних регионах говорили, имеют право, других регионах не имеют право. Бардак возник такой в результате, да, а сейчас Верховный суд взял все это, проанализировал и сказал, нет, не имеют право, все, решили, да. Дальше, второй пункт, чем он значим? Во втором пункте, это вот я уже вот здесь, да, на 30-й страничке, где обзор трактует, вы можете потом прочитать. Второй пункт, второй пункт нам говорит, а все-таки, у нас же нет всегда, у нас же есть всегда какие-то исключения из правил, да, а все-таки в каких же случаях территориальная налоговая инспекция может проанализировать рыночную стоимость и сказать, что-то не так, да. И здесь сказано только в тех, которые четко установлены самим налоговым кодексом. А таких случаев, в принципе, два. Это безвозмездная сделка, где говорится, что доходы или материальные выгоды в рамках безвозмездных сделок определяются на уровне рыночной цены, а дальше рыночная цена должна быть подтверждена нами, да. Мы бумажки какие-то собираем, документы, распечатки, или, как говорится, получили безвозмездно какое-то имущество, не ниже остаточной стоимости у предыдущего собственника, да, пусть он нам свой акт какой-то даст, ну, то есть бумажки имеем. Вот против этого налоговая может возразить, например, и сказать, а нам не нравится ваша рыночная цена, да. Например, даже может возразить, например, мы получили акт оценщика, она скажет, нет, что-то тут не так, вы какого-то оценщика сами купили, дайте-ка я еще тоже. Она тоже обратится к оценщику. То есть в рамках безвозмездной цены, нет цены, да, всегда есть основания для рисков. Поэтому чаще всего и говорится, лучше за 3 копейки продать, чем безвозмездно, всегда в этот момент, да, идет. То есть безвозмездный товар-обменная операция, они всегда попадают в подарок. А если у вас благотворительность, вот мы там в мангстерях что-то отдаем, ты уже... Ну, это же у вас не учитывается в налогах, да, ваша благотворительность, отдавайте, пожалуйста, без проблем. Это за минус, это за налогом, вот она идет. Это что вы отдаете, деньги, какой-то... Нет, мы отдаем товары, да, и артисты нам говорят, что безвозмездно вы должны начислить ангурец. Да, да. Это с рыночной цены, а не с торговой, что вы, с рыночной цены. К сожалению, да, ничего не сделаешь, так она и есть, да. Вот вам и нужно, если вы эти товары продаете и плюс еще кому-то отдаете, то базой является цена продажи, да, ничего не сделаешь. Мне интересно, это начислить. Да, надо. Хоть и благотворите, а все равно проблема, вы видите, налоговая. Но это как промо-материалы, точно так же, да? Абсолютно, да. То есть вообще при безвозмездной передаче, если мы что-то отдаем, например, организация, я всегда говорю, ну тут цена вопроса, потому что, если, например, организация что-то списывает, иногда там подарки, да, или что-то, и у нас там, ну какие-то там три копейки, да. Некоторые ведь как делают? На базу списания начисляют, да, вот списываем на нее. Но по логике налоговый козык, на рыночную, потому что если бы вы этот же самый товар продали по другой цене, и ваш контрагент другой продает по другой цене, то вам могут подтянуть, но все зависит от того, сколько. Если ваша входящая цена, например, три, вы на три начислили, а исходящие три с половиной тысячи, ну если даже да начислят налоговики, да, они не полезут в это, интересоваться не будут. Как правило, это делается, когда емкие такие операции же, да, поэтому вот. Но да, надо понимать, что здесь, да, как бы налоговый кодекс. И, наконец, третий пункт. А вот на третий пункт, как некоторые говорят, ну налоговая теперь не придет и не скажет, мы анализируем рыночную стоимость. Она придет и скажет, а может быть вы занизили эту цену специально, продав какому-то взаимозависимому лицу, да. То есть она не говорит о том, что я рыночную стоимость анализирую, я ищу опять же вот эту необоснованную налоговую выгоду в плане того, что вы продали ниже цены, да, а на самом деле ниже рыночной цены, а на самом деле это у вас какая-то схема. Ну по принципу, да, вы за три копейки продали, а остальные сто тысячи вы в карман положили вам. То есть вот подразумевается вот эта ситуация, потому что сделки-то раньше были такие, что там греха-то нет, да. И вот как бы вот такой подход. И поэтому ведь я понимаю, что так думать можно что угодно, но ведь очень важно всегда то, как пишет закон, чтобы мы могли всегда эту норму закона с вами применить. И так вот к таким сомнительным операциям, что нам закон говорит, да, ведь он не закон, а как бы как нам формулировку эту говорит Верховный суд. Что он сказал нам в первую очередь? Он говорит, по общему правилу, в случае непредусмотренных разделом 5.1 налоговые органы не вправе оспаривать цену товаров, указанную сторонами сделки, учтенную при налогообложении. Это первое, наш довод, да. И дальше, несоответствие примененной налогоплательщикам цены рыночным уровнем не свидетельствует о получении необоснованной налоговой выгоды. То есть это вопрос о том, что только на основании того, что мы продаем товары по разным ценам, отклоняемся от той же цены реализации, которую мы там по отношению к какому-то контрагенту установили, но при этом никаких схем у нас не было. Это разные контрагенты, да, которые приходят. Один у нас много покупает, но мы дешевле отдаем. Другой, например, первый раз с нами заключает договор, мы тоже ему цену снизили, надо привлечь. То есть у нас просто свои какие-то варианты, но никакие они не взаимозависимые, никаких схем мы с ними не строили, да. Мы понимаем это. Вот только на основании того, и налоговая не может это доказать, как она это докажет, да. Какие у нас были основания на это. Но она при этом скажет, ниже рыночные, давайте, да, начинайте. Нет. Закон что говорит? Он говорит, что несоответствие примененной налогоплательщика цены рыночному уровню, мы не ту цену применили, не свидетельствует о получении обоснованной налоговой выгоды. Нет. Ну и что, что мы не рыночные цены продали? Это не основание признавать за нами необоснованную налоговую выгоду, и нам да начинайте. Вот этот вывод очень четко и говорится. И поэтому, если вдруг нас пытаются упрекнуть в том, что мы значительно отклонились от цены продажи, продали ниже, или какой-то убыток у нас возник, и говорят, вы продали не на уровне рыночной цены, да, не приводя довода. Вот он вывод. Ну и что? Ну и что? У нас неконтролируемая сделка, неконтролируемая. И вот эта вот ситуация, продажи ниже, это не является основанием для необоснованной налоговой выгоды. Чтобы нам применить необоснованную выгоду налоговой, опять, читай статью 54.1, должны доказать схему, должны, как здесь сказано, доказать цель, с какой мы это делали. А цель должна быть одна, на каком-то этапе эту выгоду получить. И поэтому вот он пример, да, есть объект у меня основного средства, к примеру, там здание, я этот объект хочу продать, могла бы продать за 30 миллионов, но налогов много платить. Я создаю себе вот эту прослойку, организацию на упрощенке, и я за 3 копейки отдаю организации на упрощенке. При этом я налоги не плачу здесь, ну маленькие там какие-то заплатил. А моя организация на упрощенке, да, у которой там налог не платится, она продает за те же 30 миллионов и экономит на налогах. Вот это да, схема доказана, потому что конечной целью была продажа. А вот в этой же ситуации, если я продам на эту компанию на упрощенке, и при этом она дальше продавать не будет, а будет сама использовать это основное средство для цели извлечения прибыли и так далее, и я с этой целью продавала, да, кто мне докажет, что я применила в этом случае схему. Никакой схемы не было, я направила свое основное средство на развитие своего же бизнеса в рамках той фирмы, которую я учредила. Понимаете, вот она схема. И нам говорят, нужно, чтобы конечной целью была неуплата налогов. И налоговый будет копать. Может, мы через три фирмы передадим, да, но при этом, может быть, та фирма продаст, допустим, тоже за те же три копейки, но тут уже все сложно очень, а дальше неизвестно, кто следующий там будет применять, да. А может быть, тот, кто будет следующий, так никакого вообще ко мне отношения не имеет, и доказать это будет сложно. Ну, в общем, вот она, эта схема. Поэтому вот это тоже важно понимать. Но, по крайней мере, мы должны четко понимать. Пришла налоговая инспекция, посмотрела, и начинает копать нам, говорить, вот вы тут ниже, ниже, мы теперь полностью четко понимаем, что доказать нам ничего не могут. Если никаких взаимозависимостей, никаких сделок, никакой направленности не было, все было в рамках нашей обычной деятельности, значит, это вот эта ситуация. Поэтому тоже вот надо его просто иметь, это как настольную книгу, и понимать, что в любом случае есть понимание этой ситуации. А можно еще раз, если ты здание продал, там, ИП, например, да, ИП потом сдает, там, в аренду это один вариант, а если ты здание продал ИП, и потом ИП уже перебил? И опять по какой цене продал? Если примерно по той, что мы ему продали, да, это куда не шло, или чуть-чуть там, а если он продал реально по большой цене, то начинает возникать вопрос, кто этот ИП, почему он продал, в каких отношениях. Вот опять то же самое пошло. Подтвердите, что за сделку, почему вы продали по низкой цене, где ваша выгода была, вы зачем продали по низкой цене. И вы будете объяснять, да, что одно дело вы объясните, я создал фирму, которая будет применять упрощенную, я хочу, чтобы мой бизнес развивался. Логически же можно себе представить, какой смысл, я учредив свою фирму для развития какого-то бизнеса, ей буду продавать за такие деньги. Ну, согласитесь, глупость, да, я буду поддерживать ее всеми правдами и неправдами, как учредитель, я имею на это право, да. Я подал по маленькой цене, пусть развивается, мне нужно это направление развития, да. Это мой бизнес. Это одна сторона вопроса. А если в этом случае, например, я продам, а он дальше перепродаст, тогда скажут, вы зачем продавали, какое развитие. У вас явно схема была на то, что он продал опять по значительной цене, вы там сэкономили на налогах, и вы в сговоре были, вы для этого и сделали эту схему. Да еще, как всегда, да, фирму учредили незадолго до продажи, и фирма просуществовала только на продаже. Вот она чистая ситуация. Она могла ликвидироваться фирма, которая продавала. Ну и что, докопаются? Ну и что, что ликвидируются? Это первое. Второе, взяли модернизацию, сделали этого здания элементарную. Можно. И сказать, да, вот мы сделали, цена стала другая. Согласна с вами, да. Ну, надо документы тогда, ну, это не сад, все это, да. Ну, просто, может быть, они должны соответствовать цене вот этой разницы. Согласна. Ну, опять же, ну, надо делать тогда что-то. Да все может быть. Ну, по крайней мере, не просто так, да, вот. Нет, ну, в любом случае, даже если ты продаешь ИП, это делать для того, чтобы как бы уменьшить налоги там, да? Ага, ну, ну что, нельзя теперь об этом думать. Нельзя теперь об этом думать. Нельзя, нужно платить законы установленной налоги. А уменьшать их искусственно нельзя. Вот и весь разговор, убрать это из головы. Ну, ну, а что теперь сделаешь, да, уменьшить? Ну, нельзя уменьшать. Ну, обосновывайте, почему вы это уменьшаете, не знаю, может, нет. В конце концов, если у вас убыточное предприятие, вы на грани находите, то вам выгодно продать не по уменьшенной цене. Вам выгодно продать нормально, потому что ваши доходы минус расходы вам к налогам не приведут никаким. Нет, ну, у нас здание у организации, и учредитель, у него уже есть ИП, да? Если как организация, я вижу, что мы налог на имущество по зданию платим, там, ну, 400 с чем-то тысяч в год получать. А если мы продадим этому учредителю, который, как ИП, ему уже, да, зачем он платит? А потом этот учредитель, который, как ИП, да, он потом вам еще в аренду сдаст, да? Он сам же задавал, не знаю. Вам же. И вы будете его использовать. А зачем? А, затем он нам же. Ну, я понимаю, согласна. Он будет сдавать в аренду? Вы же сами сказали, ну, ради бога, тогда вы оправдаетесь, да? И вы, опять же, не говорите, зачем вы говорите о том, что вы продаете ИП, чтобы платить меньше налога. Вы сразу понимаете, что вы не для этого, вы просто хотите развивать бизнес, да? Или ваш учредитель, который является собственником, он тоже хочет развивать бизнес. И в рамках развития это его право гражданское, да, развивать. Пусть он даже ваш учредитель, но он говорит, я не знаю, как будет существовать моя фирма, да? Но я хочу дальше развивать бизнес, я убираю риски в экономической деятельности, я хочу принять все на себя, да? Поэтому я решила назад забрать, выкупить это здание, я имею на это полное право, вот, и дальше задаю его в аренду, да? Но фразу о том, что это все сделано с целью уплаты, уменьшения, не надо произносить вообще. Вы же сами это надо думать. Да, вы должны просто понимать, что это никак не уплата, это нужно понимать, что это как-то экономически оправдано, да? Что цели поставлены. И он может всегда, правда, сказать, да, вот у меня тут риски сплошные, я тут какой-то рисковый проект веду, но я очень опасаюсь, да, что у меня будут убытки, что я могу обанкротиться. Почему? Я потерять, а я хочу дальше развиваться. Вот я и решила выкупить, и кто мне запретит работать, быть ИП, я кем хочу, тем и бываю. Я же за ноги плачу, плачу. И вот эта зависимость, она становится более лояльной, когда говорят, что нужно у своего же предприятия купить за те же 30 миллионов. Но позвольте, это абсурд, это мои две фирмы, я решаю сам, как я продам этот объект, да? То есть тоже, какой смысл дополнительное бременение возлагать на кого-то? Ну, в общем, вариант разный. Главное все это теперь очень тонко думать в этот момент. И фразу вот это вот уменьшение налогов вообще исключить. Оптимизации даже нельзя. Нет, оптимизация тоже некрасивая. Конечно, нельзя. Нельзя говорить. Нет, оптимизация, она в принципе вполне оправданная. В одном налоге на прибыль, там куча оптимальных оптимизаций, да? Но я еще помню, когда много лет назад, у меня тоже была тогда кандидатская диссертация по оптимизации. И странно, да. И когда на ученый совет я вышла, мне сказали, никаких слов оптимизации вообще не должно. Сейчас еще скажете, мы вас вообще тут защиту не будем. Сказали, нет, это должно быть планирование. Это не оптимизация, это планирование. Мы планируем уплату налогов. То, что мы в этом периоде меньше, потом больше, мы планируем рациональную плату, исходя из наших денежных ресурсов. Ну, какой смысл сегодня я налог такой насчитаю, я не смогу его заплатить, да? Я его отложу на будущее за счет там резервов по сомнительным долгам, за счет еще каких-то вариантов. Планируем. Вот. Ну, сначала научимся говорить, а потом думать так же. И все придет в свою норму, да? У кого-то почему-то резко отупело. Я не перестала оптимизировать. Нельзя, да. Но я говорю, я вот сейчас сама, честно говоря, я вот как бы понимаю этот риск, уже столько начитавшись. Я сама порой в шоке от наших... Есть у меня, я же практика, есть у меня очень такое серьезное убеждение, что у нас грамотные, умные бухгалтеры и так ведут свой учет. И такие компании. Но когда начинаешь сейчас иногда сталкиваться немножко на таком ниже среднего уровня, там бухгалтеры такие рекомендации дают своим директорам. С лету приходят, прям, знает, не знает этого директора. Но, видимо, для того, чтобы на работу, что ли, взяли, такое надает. И я стою просто в шоке. Говорю, господи, ну зачем же вы это делаете? Сами себе какую-то вот... Ну, в конце концов, уж не такой у нас рынок. Найти работу можно и найти. Все-таки это Москва, а не какая-то там где-то там далеко. Поэтому, ну, будьте осторожны. Вот самое главное, будьте вы осторожны. Мозги включаем. Мы всегда думаем, что делаем. Потому что, действительно, такая практика пошла. А самое главное, что все зависит от нашего руководителя. А руководители далеко всегда не ответственные люди. И когда надо кого-то подставить, они вдруг найдут. Поэтому вот это вот самое главное предупреждение. Ну, ладно, это вот как бы мы обсудили тоже вопрос. А если настаивают? Увольняться? Нет, ну, пишите ему записку. Напишите, что я сказала. Объясните, скажите. Вы знаете, я с вами не согласна по тем-то основаниям. Вот и все. Отправьте ему эту записку там, в конце концов. Напишите тогда-то, направьте по электронной почте, чтобы скан был, чтобы подтвердить, что он получил. И все. Ну, и исполняйте для себя. Ну, что делать? Вы же все-таки исполнительные органы, не законодательные, да? Но, по крайней мере, вам самое главное потом сказать. Я предупреждала, но я не могла по-другому поступить. Я работник, понимаете? Я исполняю все задания, какие-то. А себе в должностные обязанности включите и где-то напишите, что вы исполняете все требования. То есть, обязан подчиняться полностью директору. Исполнять он, исполнять все задания директора, да? То есть, и так далее. Вплоть до того, что не имею права возражать клятвенное обещание, да? Вот и все. И эти доводы принимаются. Почему вы же как бы... Поэтому, ну, надо понимать. Если, как бы, он сам принимает решение, и вы не видите это через документы, ну, тогда можно вообще и не озвучивать. Вот. А если вы видите, что все-таки какое-то ключевое решение принимается, и вы невольно в нем осведомлены, да еще, не дай бог, там он вас на совещание приглашает, и спрашивает вас, уточняет, и вы вынуждены. Нужно понимать. И все равно озвучить, довести до него. Знаете, давайте я вам объясню эту ситуацию. Вот как мне некоторые говорят. Ну, вы мне пишите, объясните. Ну, давайте я объясню, вот какие последствия. Я все это пишу, нарисую. Вот результат. Как консультацию? Получили, дальше вы сами в праве решать. Даже иногда напишу, что решение окончательное за вами. Потому что и все. И имейте подтверждение. Ну, куда деваться. Даже сейчас вот на пробугалтера учусь, и там говорят, что я обязана подчиниться директору. Правильно, конечно. Ну, а как же, ну, вы на то и есть, я говорю, еще вписываете себе в должностные обязанности. А как вы не обязаны? Воспринял директор на работу, да? Поэтому все равно нет таких доводов, которые бы сказали, что, например, тут ведь все равно, вот я почему говорю, что вот все это докапывается до принятия решений. Вот даже те судебные решения, которые были по факту, возникли, да, когда вот, к сожалению, бухгалтеров привлекли. Ведь вы бухгалтерам-то вопрос задавали, спрашивали ее, эту даму, говорили, вы почему такое решение приняли? Она сидит, руками разводит. Вы приняли с какой целью? Ну, она и говорит, вот так, рассуждает. Нет, она не говорит совместно. Руководители спросили, вы в курсе были этого? Он говорит, да нет, я не знаю, мне бухгалтер посоветовала. Откуда я знаю, так это или не так, да? Бухгалтер, вы почему это посоветовали? Вы почему? Ну, нет бы сказала дама, что почему посоветовала? Ну, с целью планирования налогов, вы знаете, вот с целью того, что я вот читаю закон, вроде как бы он нормально разрешает. С целью того, что там, допустим, средств нет, у нас бизнес снижается. Ну, вы экономические какие-то рычаги-то придумаете, почему вы это? Так нет же, я спрашиваю, ну, наверное, чтобы уменьшить налоги. Она говорит, ну, да, все. Вы же понимаете, там, написали и написали, вот одна цель, уменьшение налогов. А других-то, оказывается, и не было, да? Нет бы написала, что я не могла по-другому поступить, там, меня принуждал директор, заставил меня заплатить. Ну, у нас люди просто, бухгалтер у нас, видите, благородные, взял себя на себя огонь и не подумал, чем это закончится. Ну, в общем, поэтому, да, это вот все по факту. И сегодня, вон, есть в доступе и те решения, поэтому все это может быть. Так, ну, теперь налог на имущество у нас. Значит, что касается налога на имущество, то, конечно, основной, поскольку мы все московские организации, то, в первую очередь, я напомню о том, что, наконец, все-таки в недели поправку к закону города Москвы, правда, задним числом, но она распространяется наперед с 1 января 2018 года. Вот здесь я ее как раз прям в самом начале, это на 31-й страничке, да, указываю. Так, вот прям вывела, да, это вот там написано, закон города Москвы номер 4, 21 февраля 2018 года. Внес поправку, включил ее в закон города Москвы 64-й, это наш налог на имущество, да. И там в 4-ю статью налоговые льготы появляется вот такой 31-й потом, да, который говорит, что с 1 января 2018 года организации московские в отношении движимого имущества имеют льготу, которая была ранее прописана в пункте 25-м статьи 381-й. То есть это имеется в виду льгота по отношению к движимому имуществу. То есть если вы помните эту льготу, мы в прошлые годы применяли, но применялась она на основании федерального закона 30-й главы. То есть если у вас есть имущество движимое, ну, я сразу оговорюсь, потому что уточняю, первая-вторая группа, она как раньше не входила, так и сейчас. Первая-вторая группа, она вообще не объект, да, просто не объект. Вот, поэтому мы не включаем ее ни в какой расчет среднегодовой стоимости. Это все как было, так и осталось. А вот остальное движимое имущество, начиная с третьей группы, да, оно у нас льготируется и в городе Москве по-прежнему с 1 января 2018 года, но по тому же самому принципу, то есть вы включаете его в расчет среднегодовой стоимости, потом вы вводите в льготу, да, вы читаете из среднегодовой стоимости эту льготу и облагаете налогом на имущество. То есть эта поправка, она перенеслась в закон города Москвы. Включили февральским законом позже, но распространили. Поэтому я так думаю, что ничего особенного здесь не произошло. Все как обычно, да, все как обычно. Потому что первоначально ее не было, и даже когда вот в январе, там, в феврале, все думали, включат, не включат, думали, уже не включат. А тут как-то взяли задним числом, улучшили вот это положение. И все, что льготируют и куплено с 2013 года, включаем, что сейчас покупаем. Да, 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 да. То есть то имущество, которое покупалось, начиная с 2013 года, и в последующих годах, и сейчас, пока, да, оно льготируется у нас. Эта льгота применяется только пока в 2018 году. На 2019 год ее не распространили, они так и написали, что там будет в 2019 году, будем смотреть, да. Но остальное имущество у нас с вами движимое, которое делится на кадастровую стоимость, да, по кадастровой стоимости, или просто по среднегодовой, этот порядок остался прежним, тот же самый. То есть если попал ваш объект под кадастровую стоимость, то сейчас опять посмотрите постановление правительства города Москвы, которое принимается у нас там, по-моему, 722-е, на начало года в ноябре. Если ваши объекты вдруг недвижимости попали в этот перечень, значит, вы, может быть, с этого года попадете под кадастровую стоимость. Потому что, ну, разные там причины. На самом деле, вот сам, эти, как сказать, перечень объектов не изменился, они все те же, да. Это вот эти объекты, административные здания, или нежилые помещения, или квартиры, которые там, например, застройщик строит, принимает себя на учет. Вот перечень тот же самый, вот эти вот объемные показатели площадей те же самые остались. Просто другой вопрос, что Росреестр там редактирует что-то, уточняет, может быть, какие-то новые объекты у вас увидел, включает их в это постановление. Поэтому, если обратите внимание на это 722-е постановление, если ваш там объект есть и попал в ноябре-декабре, значит, с этого года вы должны платить по нему налог на имущество, исходя из кадастровой стоимости. Вот. Не попал ваш объект недвижимости, производственное, значит, посреднегодовое платите. Поэтому вот этот вот момент здесь, он как бы закон и оставлен. А что оставки вот по этим кадастровым заставимым, они меняются по Москве? По закону, да. По 64-му закону, так, вообще-то, ну, сейчас скажу. Да, это вот хороший вопрос, я как-то его немножко уже... Он не более какой-то должен быть. Он нет, он там меняется четко в законе. И они же там еще в прошлом законе прописали, но я уже просто немножко эту забыл. Сейчас уточню вам, скажу, какая кадастровая стоимость у нас с этого года возникла. Поэтому вот эту вот ситуацию просто примите к сведению, что, в принципе, то же самое движимое имущество поправилось, поэтому... Так, номер номер 64-й. Скажите, вот, без кадастровой стоимости там были какие-то льготы, вот, там, для малых предприятий еще кто-то? Они остались, да? Они все те же самые льготы остались, да, там тоже ничего не изменилось в этом плане. Так. Там на самом деле есть определенная отмена льгот, но льготы отменили бюджетным организациям. Если вот кто-то с этим сталкивался, казенным учреждением отменили льготы по городу Москве. Если раньше они просто льготировали свое имущество, то теперь льготы для них применили исключительно исходя из назначения имущества. Вот для них переписали эти льготы можно, да? Вот. Но поскольку у нас, как бы, таких организаций здесь почти не бывает, да, то мы... Так, ставки, ставки. Так, это у нас с вами... Вот, 18-й год кадастровой стоимости 1,5%. Да, была 1,4% в 18-м году. 1,5%. А так вот эти льготы к малому, они остались те же самые. Дальше в рамках производственной деятельности, там вот по 20% там все то же самое, 25%. Там гостиничный бизнес тоже где-то 25%. Там все это осталось, оно тоже самое, по городу Москве. Поэтому вот это вот то, что касается существенно Москвы. Кстати, вот здесь я не разместила одно письмо, но я думаю, что его, наверное, имеет смысл просто озвучить. Вот, честно говоря, я его как-то сюда не включила. Если очень заинтересуетесь, может быть, даже и надо было... Нет, это не оно. Найти его. Но на самом деле все легко решается. Это вопрос о... На самом деле эта ситуация, она конкретно ее разъясняют, она прописана в налоговой декларации по заполнению налога на имущество. Вот там не в законе написано, там налоговая декларация по налогу на имущество говорит в следующем. Что если, например, у организации есть объекты на территории разных муниципальных образований, а ведь у нас получается как налог на имущество, мы должны платить по месту нахождения этого имущества. И вот там есть такая фраза, причем в 2017 году поменяли эту инструкцию, вот у нас же вот эти декларации обновленные были, и там есть вот эта фраза, которая говорит, что если у вас есть на территории разных объектов, муниципальных образований, да, вот эти разные объекты, и, ну, касательно недвижимого имущества, и вам нужно платить налог на имущество по месту каждого нахождения, то вы, если это не касается уплаты налога на имущество, исходя из кадастровой стоимости, а это просто посреднегодовой, то вы обращаетесь в свою налоговую инспекцию, согласовываете с ними этот вопрос, и вы в течение года пишите им там заявление, в какой форме это не сказано, в любой, да, согласовываете с ним этот вопрос и уплачиваете налог на имущество по месту нахождения главной организации. То есть этот вопрос согласовывается на уровне вашей налоговой инспекции. А если это объект, по которому налог на имущество платится на кадастровой стоимости, то согласовывать бесполезно по нему обязательно по месту нахождения, да. Вот эти вот вопросы, например, в прошлом году уже, когда инструкция вступила в действие, Они применяли и сейчас этот порядок, но указан он исключительно в этой инструкции. Причем, как здесь говорится, согласование идет на конкретный год. Наступил новый год, опять согласовывать. То есть нужно каждый год этот вопрос согласовывать. А с главной инспекцией никуда платили? Нет, согласовывается этот вопрос с главной инспекцией. Вы обращаетесь в главную инспекцию и говорите, вот у нас такая проблема. У нас столько налоговых инспекций, по которым нужно можно, мы будем вам платить налоги. И в этом случае, они в этой ситуации скажут, да, пожалуйста, но они исходя из поступлений этих бюджетных, если они скажут, хорошо, да, то есть там не сказана вот эта процедура. Я так думаю, что по идее они должны сами предупредить и другие налоговые инспекции. Но если не предупредят, то в конце концов соглашение там подписывается, то есть вот это письмо вы потом можете разослать и другим своим правом инспекциям. Это какой-то определенный бланк или произвольный? Произвольный. Насколько я помню, да, насколько я помню эту ситуацию, когда решали, просто организация написала письмо в налоговую инспекцию, объяснила свою позицию, она сказала, у меня по Москве столько этого всего, я не могу рассылать и писать, у меня там, не знаю, 40 этих деклараций, это все неудобно и прочее. И ей просто в ответ пришел из налоговой инспекции, они написали, да, мы согласны, пожалуйста, там. То есть ответ нужно ждать? Они, да, они присылают ответ. То есть за первый квартал мы сейчас на этот год уже так не можем? Получается, да. Это то есть только на следующий? Тогда получается на следующий. Если вы не согласовали, придется по всем распространить. Ну, как бы платить налог по объектам недвижимости в тех муниципальных образованиях, где он у вас стоит на учете. А скажите, пожалуйста, если в каких-то объектах, мы вас в перерыве спрашивали, которые в классификаторе нет, и ты даже не знаешь, какой группе отнести точно, да, и понимаешь, что вот если что-то там, видимо, на границе второй или третьей группы, лучше отнести ее ко второй, потому что третья группа, это только сейчас у нас льготируется, а со следующего года, если не будет льготируется, не будет льготируется, не будет льготируется, да, уже будет подпадать, да? То есть ранее купленное может быть потом или это... Ну, на самом деле это же у нас с вами бухгалтерский учет, да? Бухгалтерский учет, я говорю, у нас вот выпала вся эта ситуация, то есть получается... Аналогное имущество делается, исходя из классификатора, да, потому что вот эти первая, вторая, третья группа определяется по классификатору, к сожалению, да, и в этом отношении они еще в прошлом году объясняли, они сказали, тогда придерживайтесь классификатора. Ну, если это на грани второй и третьей группы, ну, мне сложно, надо в каждом случае, конечно, принять решение, да, если все-таки больше во вторую группу, ну, отнесите во вторую группу. Как правило, если у вас таких объектов немного, вы сами понимаете, не больно, они кому-то будут и нужны, и важны, да, чтобы вот этих рисков не было. То есть, получается, у меня, допустим, основное средство относится ко второй амортизационной группе, налоговое имущество я его не облагаю, а срок полезного использования я ставлю, допустим, как... Как по второй группе, амортизируйте, обычно. Как по учебной политике, я уже могу, да? Можете, да, да. Но тоже уж вы тогда в пределе этой группы так и установите себе срок полезного использования, потому что если вдруг вы к этому объекту, который там, вторая группа, там срок от скольки, там, по-моему, 2 до 3 лет, ну, примерно, да, но если вы поставите себе в этом случае 5 лет, то вы сами себе будете противоречить вам, сколько какая тут вторая группа. Так вы тогда найдите... Так прям поименовано там, во второй группе. Ну. А у меня закупили... Знаете, вот на объект выезжают, и оборудование проверяют, вот эти только измерительные какие-то вот щитцы. У них реальный срок полезного использования, там, 5 лет. А где это видно? В документации. Ну, там же рекомендуемый срок дается. Не более 5 лет. Не более 5 лет. Ну, это рекомендованный срок, да, он вторичным является. Если вы этот объект находите в классификаторе, там, у него срок 3 года, вы ставите 3 года. А рекомендованный срок не более 5 лет. Вот если вы не найдете этот объект, например, да, в классификаторе, его там нету, вот тогда посмотрите паспорт, там сказано 5, примите 5. Поэтому все равно в этом случае рекомендованный срок по паспорту это вторичный, если есть в классификаторе. Потому что если вы в этом случае найдете вторую группу, но поставите 5 лет, значит у вас это не вторая группа, это уже третья, вы сами себе противоречить начнете. И получится, вам придут налоговик и скажут, как-то вы 5 лет установили, а в какую-то вторую группу. А вторая группа, например, от 2 до 3, значит не вторая, значит другая. Ваш налог не попал под налог на имущество, значит сами себе неправильно сделали. То есть или так, или так. Что-то одно из двух в этом случае делаете. Логично. А если у тебя основные средства на территории другого региона, как у тебя там Москва, у нас в области, в области имеется в виду, если у тебя там обособленные подразделения открыты, да? Значит по поводу вот этих моментов, то есть здесь два варианта. Если у вас на территории другого субъекта находится объект недвижимости, то вы всегда платите налог на имущество в этот субъект. Если у вас этот объект именно на территории другого субъекта попадает под кадастровую стоимость, там закон ввел кадастровую стоимость, например, вчера была в Калуге, да? В Калуге там ввели только в этом году налог на имущество по кадастровой стоимости. Поэтому если у вас там есть объект, и он попадает под кадастровую стоимость, вы платите по кадастровой стоимости. То есть, а если этот объект не попадает под кадастровую посреднегодовую, вы платите посреднегодовой. Но и декларацию, и сам налог, вы туда в Калугу все сдаете, по месту нахождения этого объекта. Если это ситуация, это по недвижимости, так всегда. А если касается все другого имущества, движимого, то здесь условие такое. Два условия должно быть. Если ваше обособленное подразделение выделено самостоятельный баланс, но самостоятельный баланс это наша условность. Сами внутри себя определяем. То есть, политику ведем, 79 счет выделяем и так далее. Все самостоятельно. Это первое в своих документах. И второе открыт там расчетный счет. Два условия должно быть. Не или, а второе обязательно. Если вот эти два условия выполнены, значит, тогда вы должны себя в бухгалтерском учете как-то отразить, к примеру, через 79 счет, передачу туда имущества, в тот объект. И тогда налог на имущество платится там. Исходя из среднегодовой стоимости, рассчитали туда уплатили. Если у вас этих двух признаков нет, или какого-то из них, тогда платите по местонахождению головной организации. Все. Здесь все в куче. Поэтому вот этот момент. Так. Вот эта ситуация. Да. Ну и еще что хотелось напомнить. Кстати, вот на страничке я 32-й. Вот здесь. Там посмотрите еще информацию. Вот, что не успела договорить. Дальше. А вот еще вот это. Постановление Конституционного суда 28 ноября 2017 года, номер 34 П. Вот это я о нем не говорила раньше. Напомню, это постановление Конституционного суда очень хорошее. Оно, конечно, опять в нашу пользу. Но надо уметь ими пользоваться. Оно сказало, что налоговые органы, которые дают нам разъяснения по тем или иным вопросам, не могут, будем так говорить, не давать нам подробных разъяснений. Если, например, чтобы дать вопрос, ответ на тот или иной вопрос, требуется получить информацию из какого-то другого органа власти исполнительной или из какого-то другого министерства. Потому что мы иногда, например, задаем какой-то вопрос конкретно там по каким-то своим производственным делам, специфике, да. А Минфин в ответ на это говорит, а я не знаю, мол, что у вас там за специфика, обратитесь в то министерство. То есть им сказали, вот Конституционный суд сказал, не имеет права налоговое так делать. Ну, не налоговый, а Минфин отвечает на вопросы. То есть Минфин должен подробно отвечать на эту ситуацию, и он должен на нее так ответить, чтобы налогоплательщикам было четкое понимание. Это опять борьба за то, что налоговики, конечно, поступают непонятно. Мы написали письмо, они в результате ответили, сослались на статью, и ни нашим, ни вашим, да, думайте дальше. А потом пришли и сказали, вот у вас тут ошибка, и неправильно вы исчислили. Вот обратите внимание, Конституционный суд еще раз на этом настаивает, он говорит, не имеет права налоговой инспекции давать такую консультацию, которая не вносит четкой ясности. А дальше говорит, если налогоплательщик получил консультацию, которую дает четкой ясности, и поступил именно так, как разъяснила, второго мнения быть не может. При проверке налоговая инспекция должна этим руководствоваться, не имеет права начислять налоги, штрафы, пение, ничего не имеет права. Но их привлекают к этому, поэтому, к чему я это говорю? Ну, опять же, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И поэтому, если, например, вам придется писать какой-то запрос, а бывают проблемы, иногда думаем, думаем, не знаем, давайте напишем, мол, давайте напишем, да, придется писать запрос, и вы хотите получить, вот лишний раз сослаться на постановление Конституционного суда будет не лишним, да, потому что вы, мало ли, что оно есть, да, не каждый налоговейка это понимает, а вы можете, в конце концов, что написать в конце, что очень просим вас дать нам подробное разъяснение, да, в свете постановления Конституционного суда такого-то, да, мы очень надеемся, что тот ответ, который будет нам предоставлен, да, принесет полную ясность в понимании, и мы в результате этого у себя проведем эту операцию правильно. То есть, когда мы им указываем, ребята, мы знаем об этом, да, они более ответственно к этому подходу, прочитали, и получается, прочитает налоговик, скажет, да, я по-другому не имею права, а если они ответят не так, то у нас есть с вами право, пожалуй, сказать, почему нам такую консультацию дали, да, имеем право, имеем. Ну, опять же, потому что с ними по-другому-то бороться бесполезно, но Конституционный суд, вот он в конце 17-го года принял такое постановление, поэтому есть документы, есть на что сослаться, не было бы, было бы сложнее, да. Ну, в общем, вот таким образом, в основные вопросы мы с вами определились. Спасибо. Можно задать один вопрос? Если есть также отрывающаяся организация, полуживая, и у них был выток там, 16-го года, и числится еще и займ от учредителя больше 50%, который вытокал. Можно часть этого займа перейти на кредит? А почему нет? Это тоже доходы не выучили. Почему? А, больше, бухгалтер, вы покроете этот убыток, а у него, да, не будет. Если более 50, пишет соглашение, да, я прощаю своей организации, или там, я прощаю свою организацию, например, там, 50% этого займа, и передаю этот займ, да, в качестве, там, вложений в имущество организации. Вот так оно называется, да? Увеличение чистых активов. Ну, раньше мы увлечением, ну, можно увлечить чистых активов, да, и все, и вы его перевели там себе, финансовый результат улучшили, а налоги вы не платили. Спасибо. Спасибо. Спасибо.